Мы продолжаем. Полицейские ищут хулиганов, устроивших давку в московском метро. Они промышляют тем, что ломают в столичной подземке эскалаторы. Уже 25 раз они смогли это сделать, и заканчивается это каждый раз давкой. Валентин Горшинин спустился в метро и разведал там обстановку. Итак, Валентин, приветствую тебя. На какой линии чаще всего орудуют хулиганы? Здравствуй, Регина. Ну, хулиганы в основном орудуют сейчас на Арбаско-Покровской линии. Вот с помощью вот такой вот простой отвертки можно устроить целый коллапс в метро. Достаточно засунуть ее под перила, резко дернуть на себя. Перила с направляющих сойдут, и, собственно, эскалатор остановится. Подобных случаев уже зафиксировано около 25. В некоторых инцидентах хулиганы останавливали движение сразу в обе стороны, и вниз, и вверх. Так на Тульской и Боровицкой станциях поломка привела к жуткой давке и пробке. Среди пассажиров один человек даже получил травму. Итак, это был Валентин Горшенин. Валентин, у меня к тебе еще один вопрос. А вообще, может быть, известно, зачем эти люди это делают? Ну, сказать на самом деле довольно сложно, почему они это делают. Вот могу только сказать, что подобные случаи в метро не редки. Так, в 1982 году такая же поломка привела к гибели 8 человек, и 30 человек получили ранения. Тогда автоматика эскалатора просто не сработала, и люди стали падать вниз друг на друга. Нынешних хулиганов до сих пор не нашли, и их разыскивают на каждой станции метро. Будьте аккуратны. Да, ну что здесь можно сказать? Только, наверное, посоветовать пассажирам метро прислушаться к тем объявлениям, которые все время там звучат. Во время движения эскалатора держитесь за поручни. А это был мой коллега Валентин Горшенин. Продолжение следует...